Олег, здравствуйте! Привет, дорогой! Давно не виделись. Давно не виделись. Ты снова будешь сжечь? Нет, сейчас будет в основном сжечь Влад, а я буду на танцовке, на самом деле. А где презентация-то у нас, собственно? Включите нам чего-нибудь, а то я забыл, о чем мы хотим рассказывать. А мы хотим рассказывать о важных вещах, конечно же. У нас доклад такой немножечко сборный сейчас, мы несколько топиков в него засунули. Они все касаются разработки приложений. Такие небольшие, может быть, даже не самые технически глубокие вопросы, но полезные, как нам кажется, которые нужно понимать. И начнем мы с самого большого, такого больного вопроса, связанного с производительностью. А именно с тем, как получать на REST-е большие объемы данных, ну, например, для аналитики и еще что-то. Потому что каждый день администраторы Bitrix24 сталкиваются с историями, что некое приложение, тиражное или, может быть, локальное приложение, дергает, пытается получить огромное количество лидов, там, сделок, контактов, вытащить все это дело с Bitrix24, бомбит нас запросами не самыми оптимальными и создает нагрузку и для нас, а самое главное, само работает в конечном итоге медленно. И мы сегодня расскажем, прямо вот застримся над тем, как это делать правильно. Мы рассказывали об этом и до этого. Сейчас вот прямо сделаем сводку такую, и Влад нам про это и расскажет. Давай, Влад. Да, красиво, Сергей. Ну, начнем мы с того, что возьмем около 600 тысяч лидов. Мне показалось это большое, красивое число для показания объема данных. И представим, что нам для какой-то внешней аналитики нужно эти данные все выгрузить в один CSV файл. Перед тем, как мы будем запрашивать все данные с облачного портала Bitrix24, мы напишем небольшую функцию, которая просто сохраняет данные в CSV файл. Она максимально простая и нужна только для понимания того, как будет, для понимания происходящего и как законченная концепция нашей сегодняшней темы. Когда у разработчиков встает задача выгрузить такой большой объем данных, он идет в документацию, видит простые примеры о том, как получить эти все данные и начинает их применять. Код работает, примеры выгружают данные из облачного Bitrix24. Но давайте посмотрим на этот вариант чуть подробнее. У нас есть метод CRM-LitList. Это списочный метод, который возвращает по 50 элементов за раз. Как и написано в документации. Она же не вредна. Мы добавим сюда сортировку для того, чтобы данные получались в нужном нам порядке. И специальный ключ-старт, который будет возвращать постраничную навигацию. И тем самым итерационно будем забирать по 50 элементов и попутно их сохраняя в файл. Все 600 тысяч. Все 600 тысяч элементов. Посмотрим внимательно, что из этого у нас выйдет. Каждый запрос будет обрабатываться примерно 32 секунды. Путем небольших вычислений мы получим около 109 часов работы этого скрипта. За 4 дня данные могут очень много раз поменяться. И это максимально неоптимальный путь для выгрузки такого количества данных. Поэтому давайте попробуем сегодня этот момент немножко оптимизировать. И Демидов вам еще напишет сигнал в голову. Первое, что напрашивается на оптимизацию, это выбирать только те данные, которые нам действительно необходимы. Представим, что для нашего случая достаточно только ID лида и его заголовок. Мы добавим ключ select и выберем все эти данные. И дальше все абсолютно то же самое. Мы получаем все те же 600 тысяч лидов. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы оптимизировали нашу выборку данных более чем в 100 раз. И вся выборка 60 тысяч лидов закончится всего менее чем за полутора часа. Но сегодня, так как мы хотим выбрать самый максимально оптимальный путь для выборки такого количества данных, поэтому мы на этом не остановимся и пойдем еще дальше. Следующий шаг, который менее очевиден для разработчика, который сталкивается, может быть, первый раз с использованием RESTO B2.4, это уйти от подстраничной навигации. Дело в том, что… Особенно это страшно, потому что это не описано в документации. Сейчас уже у нас есть несколько статей по этому поводу. Просто, может быть, не каждый до них дошел. Первое, что… Так, я потерю мысль. Когда делается запрос к B2.4 с помощью RESTO, на самом деле, чтобы использовать подстраничную навигацию, происходит дополнительный запрос в базу данных, чтобы узнать, сколько всего у нас элементов в таблице хранится, в данном случае лидов. Поэтому, для того, чтобы узнать каждый раз, для каждой страницы информацию о том, что есть 600 тысяч лидов в базе, тратится колоссальное время, на котором мы сейчас и попробуем сэкономить. Для данного способа, во-первых, нам нужна всегда постоянная сортировка, поэтому в данном примере сортировка по идичнику максимально важна. Чтобы мы потом могли фильтровать эту выборку так, чтобы каждая последующая выборка начиналась с того места, где закончился предыдущий запрос. Поэтому мы добавляем сортировку, добавляем фильтр по ID, подставляя в каждый последующий запрос ID-шник того элемента, на котором закончился предыдущий запрос. И специальным ключом start-1 мы отключаем подстраничную навигацию, и Bitrix 2.4 перестает пытаться помочь нам выбрать все эти данные с помощью подстраничной навигации. И также итерационно сохраняем все данные в наш CSV-файл. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Уже магия. Мы уже сократили выборку еще в раз 15, и выборка 60 тысяч лидов у нас теперь пройдет всего за 5 минут. И Демидов радуется. Да. Но это еще не все, что мы сегодня хотим показать. Мы выжмем из REST-a Bitrix24 прям самый максимум, и возьмем специальный метод, батч, который упаковывает наши запросы по 50 штук. Просто нужно понимать, что 5 минут были лабораторными. Ну, своего рода, да, лабораторными. Потому что на каждый запрос тратится время на какие-то сетевые процессы, вроде получения адреса портала, пока запрос дойдет до нашего портала и так далее. На все это тратится время, и в боевых условиях получить 5 минут будет крайне сложно. Поэтому мы пойдем дальше и будем упаковывать наши запросы по 50 штук, тем самым сократим количество запросов к Bitrix24, и будем экономить время на выборке... Будем экономить время не на самой выборке данных, а на том... На выполнении запросов, по сути. На пути между вашим приложением и облачным Bitrix24. Слушай, а вот здесь утверждают, что не все нужны, а вот только успешны за последние сколько-то дней, и типа что ваш подход не сработает. Парировать чем будете? Еще раз, что они там говорят? Что не все нужны. Что не все? Записи? Да. Нет, ну есть задачи, когда они не все, но, например, если речь идет про аналитику, когда тебе нужно сначала... Только успешны за сколько-то дней. Ну, а когда хочется за год посмотреть, чтобы построить какую-то динамику. Это тоже не помешает нам, потому что, да, у нас есть фильтр по ID, но если мы дополнительно добавим фильтр по дате, по статусу, лида, сделки, неважно, это все в скупе все равно будет работать. То есть мы не ограничимся фильтром по ID. Фильтр ID нужно нам для того, чтобы обойти подстраничную навигацию. Поэтому этот способ разработает, просто нужно будет усложнять фильтр. Но в целом, если мы будем фильтровать по дате, все то же самое будет, просто не все ID будут попадать в выборку, и все отлично проедет дальше. Но порядок все равно сохраняется, и все равно нужно будет выбирать, начиная с предыдущего полученного ID. Да, последний, который был в предыдущей выборке. Поэтому это не остановит, просто нужно будет дорабатывать фильтр. Мы его не писали сложным, во-первых, для примера, во-вторых, 600 тысяч лидов завести на портал было тоже затратно по времени. Фильтровать еще. Вот, вернемся к батчам. Мы упаковываем запросы по 50 штук, экономим на времени сетевых взаимодействий между порталом и приложением, и рассмотрим подробнее, как это будет работать. Мы берем тот же самый запрос, который был на предыдущем шаге оптимизации. Единственное, добавляем особенность батчей, это на фильтр мы подаем не самый ID-шник предыдущего запроса, а специальной конструкцией говорим из предыдущего подзапроса в этой пачке, чтобы взял он с предыдущего запроса последний элемент выборки. И тем самым мы получим за каждый батч запрос выборку в 2500 элементов, которые будут идти в нужном нам порядке. Хитрая конструкция на предпоследних строчках. Да, где Prev ID равно, как строчку мы передаем. Нужно обратить на нее внимание. Но у этого способа тоже есть особенность. Если у нас на последней странице выборки будет меньше 50 элементов, в конечном итоге батч подставит ID для фильтрации 0. И тем самым выборка может зациклиться. Поэтому при самой выборке данных мы помимо того, что сохраняем все наши элементы, еще и будем проверять, чтобы каждый последующий элемент был ID больше, чем предыдущий. Если он меньше окажется, значит мы выбрали все данные, и выборка пытается идти по второму кругу, и мы прекращаем эту выборку. Посмотрим, что у нас из этого получается. Получается то, что мы вместо 12 тысяч запросов, как было во всех предыдущих слайдах, мы сократили количество запросов всего до 240. И тем самым сэкономили на сетевых задержках, и в конечном итоге мы выбрали все данные за считанные 20 секунд. Тоже лабораторных, конечно. Естественно, но они более реально достижимы, чем на 12 тысяч запросах. Меньше сетевых потерь, которые нужно учитывать. 600 тысяч лидов за меньше, чем минуту. Да. Собственно, всего тремя такими оптимизациями мы смогли сэкономить время, и со 109 часов смогли прийти к считанным 20 секундам. Давайте еще раз порадуемся тому, как мы выбрали 600 тысяч лидов меньше, чем за минуту. И нас за это не убили, и REST нам не заблокировали, что самое важное. Да. И, собственно, подведя итоги данного блока о правилах работы с объемными данными, мы можем выделить три основных пункта. Это всегда мы должны использовать батчи, всегда выбирать данные, только те, которые нам действительно нужны, и в списочных методах не использовать постраничную навигацию для того, чтобы можно было по максимуму сэкономить на время необработки запросов. Три нехитрых правила. Какой результат? Которые вам спасут очень много времени и сделают ваше приложение по-настоящему быстрым. Дальше у нас есть небольшое важное объявление для партнеров, которые публикуются в маркете. И тут, наверное, Сергей лучше расскажет. Да, значит, коллеги, вы знаете, я уже об этом сегодня говорил на докладе про умный сценарий, что мы в прошлом году запустили историю с отраслевыми CRM. Напомню, что помимо настроек самой CRM, которая входит в эти решения, мы на самом деле вместе с настройками выгружаем список REST-овых приложений, которые использовались в этой CRM. Например, вы сделали отраслевую CRM, которая использует роботы из стороннего приложения. Или вы сделали дополнительные REST-решения, которые какие-то в стройке, в карточку контакта добавляют или сделки, что-то такое. То есть кроме настроек вы добавляете функционал на REST в виде приложений. И мы, выгружая, когда вы экспортируете свою отраслевую CRM в архиве, мы этот списочек приложений берем и сохраняем. А потом делаем наоборот. Когда конечный пользователь с витрины устанавливает отраслевое решение, мы, глядя на этот список использованных REST-приложений, мы их автоматически устанавливаем. То есть получается как бы такая тихая установка, потому что мы не можем в интерфейсе для каждого из этих приложений показать отдельный слайдер с настройками. Мы их просто берем и тупо считаем, что они установлены. И вы должны с этой ситуацией нормально работать, потому что это крайне важно. Но мы еще добавим почему. Сейчас Влад немножечко расскажет, в чем техническая особенность. Спасибо за вводные слова. Концентуально у нас есть два варианта установки приложений. Если у вас приложение с интерфейсом, оно ставится через JS-библиотеку с использованием метода install-finish, вызывая интерфейс для пользователя, где он может еще какие-то дополнительные настройки произвести перед самим... Ну то, что он сам решает, когда закончить установку там. И второй способ — это отправка событий on-npp install на путь вашего обработчика установки. Но так как все приложения при импорте отраслевых CRM ставятся у нас исключительно в фоне, мы не можем вызвать все интерфейсы и сделать установку через install-finish. Поэтому, чтобы ваше приложение могло работать внутри отраслевых CRM, вам необходимо доработать ваше приложение так, чтобы оно поддерживало по умолчанию install-finish. И параллельно с этим все те же самые процессы, которые вы делаете при вызове интерфейса, там может быть регистрация каких-то встроек, подписывание на дополнительные события, все то же самое вам необходимо произвести при вызове с событием on-npp install вашего приложения. Тем самым у вас будет приложение работать... Будет устанавливаться в двух вариантах. И когда оно будет ставиться вместе с отраслевыми CRM, ваше приложение будет работать и приносить прибыль благодаря нашей новой подписке. Да, потому что вы, по сути, должны понимать, что конечный пользователь теперь может получить доступ к вашему решению двумя способами. Он может пойти и сам поставить ваше решение конкретное с витрины, а может быть какой-то другой партнер, разрабатывая отраслевую CRM, воспользуется вашим приложением для того, чтобы дать некий комплект функционала. И чтобы вы получали тоже деньги от подписки за использование вашего приложения, установка должна пройти нормально, в том числе вот в этом фоновом режиме. Поэтому, коллеги, посмотрите, как сейчас происходит ваша установка и доделайте, потому что пока ваше решение не установлено правильно, мы не можем, по сути, считать использование ваших приложений для начисления баллов в подписке. Мы про все это рассказывали много-много раз, что такое баллы за использование. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Вам нужно просто позаботиться об этом вопросе, чтобы интеграторы, разработчики отраслевых решений были заинтересованы в использовании ваших приложений внутри отраслевых CRM. Макс, хочешь с нами пообщаться по зуму? Макс Месилов, готов? Хорошо. Макс, давай мы тебя включим в зумчик сейчас. Ты нам что-нибудь сейчас о нас спросишь. Так, вот мы тебя уже видим на… Брюки превращаются. Видим тебя уже на экране. И должны сейчас уже… Привет. Привет еще раз. Давай, жги. Вопрос такой. Спасибо большое за новый способ установки. В какой момент юзер акцептирует оферту разработчика приложения? Они могут быть достаточно специфичные. Хороший вопрос, на который… Ну, я его там смотрю, Аня. Вопрос хороший. Ответа я тебе пока не дам. Но на самом деле здесь, конечно же, разработчик отраслевой CRM должен вот эту юридическую тему брать на себя. Он должен в своем лицензионном соглашении на отраслевую CRM вообще, говоря, ссылаться на пользовательские соглашения тех решений, которые использованы в его отраслевке. Это самый идеальный вариант. Тем более, что я допускаю сценарий, когда разрабатывая пакет… Ну, по сути, что такое отраслевая CRM? Это, в общем-то, пакет решений ты даешь настройки плюс какие-то дополнительные инструменты взятые у партнеров. Я бы вообще шел по пути договорных отношений с разработчиками этих решений для того, чтобы давать отдельное пользовательское соглашение общее на все использованные вот эти вот продукты. То есть мы на себя, наверное, не решим эту историю, но подумаем. Хороший вопрос. Ну, манифест хотя бы какой-нибудь подпихивайте, чтобы я мог в своем приложении сказать там вот «Урли оферт» по вот этим ссылкам, а вы их потом уже… Нет, хорошая тема. Спасибо за вопрос. Прям, да, мы на него обратим внимание. Надо его доделать, додумать, чтобы дать более ровный и правильный сценарий. Ну, еще есть вопросик. Ну, давай еще. Давай еще один. У нас время-то есть. Здесь примерно 240 батч-запросов. Это нормально. Окей. Можно ли нарваться на ограничение 2 запроса в секунду в нашем примере? Нет, конечно, можно. Это не касается вот этого ограничения по интенсивности запросов. Это скорее общая история, чтобы делать меньше запросов и с меньшей вероятностью на это напороться. 12 тысяч запросов каждый по один считался, да, и два запроса были… На все 12 распространялись тысячи. А когда мы собрали в батче, то есть уже 240 всего запросов, которые могут попасть под лимиты, и тем самым, ну, 240 даже с учетом 2 запроса в секунду, нужно буквально несколько минут, чтобы вообще не попадая под лимиты, и все гарантированно было. Там схема немножко сложнее, можно будет чуть больше зайти под запрос. У нас, по-моему, есть даже вебинар на эту тему. Но, тем не менее, это будет все равно гораздо быстрее между 12 тысяч, которые попадают под лимиты, и всего 240 запросов, которые могут попасть под лимит. Поэтому это в любом случае гораздо оптимальнее будет, чем каждый запрос по отдельности. Не то слово. Окей, у нас еще есть целых аж 20 минут, давайте ждите. Да, ждем дальше. Значит, следующая история, она не совсем про разработку, поэтому я ее рассказываю, а не настоящие программисты. Она скорее про пользовательский сценарий, потому что хорошее качественное приложение – это не только бизнес-логика, заложенная непосредственно в программный код, в то, как вы запросы формируете, не роняйте Bitrix24 и так далее, и так далее. Но важно и то, что получает конечный пользователь при взаимодействии с вашим приложением. То есть речь идет про правильные, качественные, понятные, красивые пользовательские интерфейсы, которые на самом деле влияют и на технологическую часть приложения в том числе. Вы все знаете про наши чудесные слайдеры. Есть метод Open Application, который позволяет ваше приложение ему самому открыть еще в отдельном слайдере дополнительный интерфейс. Рекомендую сходить, если кто вдруг не знает про Open Application, сходите в документацию, ссылочку вы видите в виде QR-кода. Там будут подробности о самом методе, как он работает. Но суть его очень проста. Само приложение ваше по нажатию на кнопку или по какому-то событию, по клику, может открыть саму себя в дополнительном слайдере, то есть за пределами iFrame, в котором приложения, как вы знаете, все работают, и дать пользователю дополнительный интерфейс в удобном, красивом, понятном виде. Если раньше мы этот слайдер открывали всегда на всю ширину, и вы никак не могли это регулировать, то в прошлом годе, по-моему, летом или что-то вроде этого, мы дали возможность полностью этим слайдером управлять. Вы можете регулировать ширину слайдера, указывая один из двух параметров. Либо ширину поля от левой части, и тогда мы автоматом рассчитаем ширину оставшуюся для слайдера, либо в абсолютных величинах указать ту ширину, которая вам нужна, и сразу открыть, например, узенький какой-нибудь слайдер для опций, если вам не нужно много пространства для интерфейса. И очень приятная мелочь, которая делает приложение выглядящим красиво и качественно, и понятным для пользователя, это управление меткой слайдера. Вы можете и текст свой туда размещать. Мы сами этим пользуемся в продукте. Я думаю, вы обращали внимание, что задачи открываются с одной меточкой, объекты CRM с другой. Вы тоже самое можете делать в своем продукте, исходя из своей бизнес-логики. Управлять цветом, текстом, задним фоном. То есть вся вот эта красота для вас уже достижима. Почитайте в документации. Но я хотел, наверное, больше рассказать не про 4 параметра у метода, их не так сложно освоить без доклада, сколько, наверное, о том, а где может слайдер пригодиться и почему нужно пользоваться именно им. И в качестве такого, как это, негативного примера я взял буквально последнее приложение, которое к моменту подготовки доклада были на витрине, немножечко по ним пробежался. Коллеги, узнайте свои приложения, прям сразу бегите, переделывайте на слайдеры, но не обижайтесь. Самый такой базовый кейс постоянно, во многих приложениях вы с ним сталкиваетесь наверняка, когда вам нужно пользователю дать возможность добавить или отредактировать какой-то там объект внутри. Объект новостройки, или там дополнительная какая-то хитрая задача, или внешний документ во внешней системе. То есть это некая форма с большим набором полей, характеристик каких-то и как. Их обычно делают, и делают в виде JS-ного поп-апа внутри приложения. Я напомню, что все приложения у нас всегда работают в iFrame, это требование безопасности. И, соответственно, вся верстка, которую вы внутри сотворите, она за предел этого фрейма вылазить не может никак. И попытка показать поп-ап сразу вызывает много технических сложностей в том числе. Во-первых, любой поп-ап в iFrame спозиционировать сложно, потому что если iFrame большой, и там появляются скрул-бары всякие, вертикальные, горизонтальные, то определить, на какое место интерфейса приложения смотрит пользователь, тяжело. И вам приходится как-то вот этот свой возникающий поп-ап всунуть прямо ему под глаза, это сложно, это вызывает геморрой, проблему, вам приходится тратить на это время и ресурсы, и оно не всегда работает. И самое главное, если ваш поп-ап в результате все равно большой, то вы еще больше добавите скрул-бары в свой интерфейс, это выглядит отвратительно. А если бы вы использовали Open Application, сверху бы вышел слайдер нужного вам размера, который никак не влиял бы на скрул-бары под собой. В любой размер вы туда можете вписать, он аккуратно будет там доступен пользователю, намного удобнее. Второй кейс, он чем-то похож, когда, ну, например, у вас есть список каких-то элементов в гриде, я не знаю, или там список отчетов, еще чего-то, и по клику на объект вы хотите показать расширенную информацию. Это обычная история. Обычно как это делают? Нажимаем на ссылочку, страница внутри приложения перерисовывается, или там она JS-ом подтягивается, неважно. Но вы, по сути, подменяете интерфейс, показывая там новую информацию. Это все классно, но вам нужно дать какой-то способ пользователю вернуться к предыдущему состоянию. И вы внутри своего многостраничного приложения вынуждены городить огород с какими-то способами навигации по нему, возможностью вернуться на предыдущую страницу. А если таких кликов последовательно можно сделать много, таких сценариев очень большое количество, то вся эта история превращается в такую полноценную разработку. Зачем? Зачем так мучиться, когда можно взять и открыть вот эту дополнительную справку, какой-то дополнительный объект в слайдере? Опять же, у вас не будет никаких проблем с навигацией. Вы можете делать сложные многостраничные интерфейсы, вот такие каскадные, и все, что нужно пользователю, чтобы вернуться в предыдущее состояние, нажать Escape или там на крестик на метке слайдера. Легко, и вам легко, и ему легко. Ну и очень частый кейс – это какие-то настройки приложения, настройки отчетов, настройки прав и так далее, и так далее. Тоже обычно их засовывают в pop-up, потому что они нужны не всегда, они нужны там один-два раза в рамках работы приложения. И те же самые проблемы. Позиционирование приходится делать для этих pop-up. Во-вторых, они могут вылезти за пределы, появляются страшные скролл-бары. То есть, ну, в основном это все выглядит ужасно. Вам приходится оптимизировать этот интерфейс, там его еще внутри постраничным делать. Куча геморроя, которая заменяется одним методом Open Application. Красивым, удобным. Вам не нужно беспокоиться о том, что это непривычный пользователь, не приходится изобретать свой интерфейс. Он уже привык в Bitrix24 работать с каскадами, этими слайдерами. Эта логика ему понятна, и вы полностью ее можете воспользоваться готовым методом. Это проще программировать, потому что нет никаких проблем передать в этот слайдер дополнительные параметры, чтобы спозиционировать внутри слайдер ту страницу интерфейса, которая вам нужна. Легко и приятно. И самое главное, это нравится браузерам. Потому что, как вы знаете, чтобы сохранить контекст внутри многостраничного приложения, когда вы внутри приложения обрабатываете ссылки и открываете в том же фрейме, вам приходится как-то сохранять эти вещи, потому что куки в браузере уже не работают нормально в iFrame. С Open Application такой проблемы нет. Мы в пост-запрос отправляем контекст, мы отправляем готовый токен авторизации, и весь контекст можете легко получить, пользуясь REST. То есть это намного удобнее. Коллеги, чьи приложения я показал, обязательно сделайте шаг назад и сделайте хорошо. Теперь уже. Немножечко вопросов хотите? Да, давайте. Давайте вопросов. Планируется ли сделать доступную без коробки или буст типовые элементы пользовательных интерфейса Bit324, чтобы разработчики, да, делали приложение? Да, 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 планируется. Это есть в планах, обязательно мы это будем делать. Тут даже вопросов никаких нет, это надо. Вот еще никто, Лекс, Александра или Александра спрашивает. Я не забыл про вас, честно, я помню, я вот передаю сейчас ваш вопрос. Есть ли какие-то планы на граф QL? Или на граф QL? Нет, коллеги, про граф QL у нас была большая внутренняя дискуссия, когда мы обсуждали, в какую сторону развивается REST, и мы не нашли кейсов, для которых граф QL давал бы какие-то значительные преимущества относительно текущей модели. Ну, я, конечно, говорю про архитектуру Bit324. То есть наверняка есть система, где она намного интереснее ложится. Но мы даем REST не просто для того, чтобы он был красивый, а для того, чтобы можно было решать практические задачи. И там серьезного какого-то выигрыша мы не получили. А полностью переделывать весь механизм – это, ну, вы сами понимаете, дорогое удовольствие. Мы должны были, наверное, найти какие-то архипреимущества, чтобы полностью поменять модель истории. Мы их не нашли, мы общались с партнерами, собирали кейсы практически, на которых они могли бы показать, что граф QL там лег бы лучше. Ну и, в общем, таких кейсов мы, собственно, и не собрали. Сергей, когда-то делали получение трассировки посещений в REST API. Чего, чего, чего? Получение трассировки посещений в REST API. Ты обещал три месяца назад. Трассировки посещений. А, это этот самый. Он же забыл. Конечно же. Вот поэтому и не выпустил. Да, три месяца назад. Есть такая задача. Коллеги, которые отвечают, собственно, за сквозную аналитику, обещали вытащить поле с трейсом в REST. Ну, пока еще не вытащили. Задача такая стоит. Ее немножечко отложили в связи с большими доделками в релизе. Но мы про нее помним. Я просто вот сейчас как бы не вспомнил, что за трассировка. Но я про нее помню. Серега, еще. Open Application. Он только в GES-библиотеке есть? Ну, а где он еще может быть? Потому что же это же... Видимо, ожидают, что где-то будет еще. Ну, вы напишите, как вы себе это еще представляете. Может, мы добавим, но пока просто я не очень понимаю. Этот же слайдер, он работает только внутри BITREX 24. А GES у нас всегда внутри BITREX 24. И еще. Когда ты дашь методы на открытие в слайдере существующих существ? Вот. Это связано с предпредыдущим вопросом. Обязательно скоро уже дадим. У тебя еще есть что рассказать? Либо у Владика. А мы продолжаем. Давайте, у вас есть буквально 10 минут. Мы рассмотрели... Если кто-то захочет включить еще и в Zoom задать вопрос. Мы рассмотрели, как работать с Open Application. А теперь давайте попробуем оживить наш слайд с приложением настоящим real-time без использования AJAX-запросов, которые периодически будут стучаться к вашему приложению в ожидании каких-то новых данных, которые нужно отобрать к клиенту. Для данного примера я написал мини-приложение, которое будет отрисовывать график, суммируя возможную прибыль от сделок и группируя ее по направлениям сделок. Перед тем, как мы рассмотрим, как это было все реализовано, давайте посмотрим небольшое демо... Как это работает. Как это работает, да. Собственно, слева открывается слайд с приложением нашим. А справа менеджеры компании работают с сделками, завершают их успешно, добавляют новые сделки. Все, что угодно, происходящее с сделками, в реальном времени отображается в слайде с графиком этих сделок. Если вы думаете, что там кто-то сидит и рефреш жмет, то так оно и было. Нет, шучу, конечно. Все по-настоящему. Пользователи добавляют новые сделки, допустим, добавляют сделки в новое направление, в котором еще, допустим, не было сделок. После добавления, допустим, сейчас добавят сделку на 50 долларов, которая сразу отобразит на графике и новое направление, и вы сразу сможете увидеть, что эта сделка отобразилась, и она участвует в общей сумме. Ну, короче, магия. Магия произошла. Да, и все это произошло без единого ягд-запроса. Все время бэкэнд говорил, что пора обновить график, который видит пользователь. То есть вот в чем логика? Не фронт с какой-то периодичностью дергает бэкэнд и спрашивает, ну что там, что там есть, что-нибудь. Нет, история совершенно другая. Когда что-то происходит на бэкэнде, он и информирует об этом фронт, и фронт может обновить данные, которые показывает пользователь. Да. Собственно, посмотрим, как это у нас все получилось сделать. Первое, что мы сделали, это написали функцию, которая будет возвращать для нашего JS с графиками в нужном формате суммированные сделки и сгруппированные по направлениям. Но тут я не буду, наверное, остановиться сильно на этой функции. Поэтому пойдем сразу дальше. Второй шаг, который нужно сделать, чтобы это все работало в реальном времени, нам нужно было зарегистрировать события, все, которые уведомляют приложение о том, что с сделками что-то произошло. Поэтому мы регистрируем эти события и указываем файл обработчика этих событий, который будет отвечать за реал-тайм часть нашего приложения. Дальше сам обработчик реал-тайма. Он у меня максимально простой. В вашей логике может быть все, что угодно, сложные запросы в вашем приложении. Главное, что в какой-то момент времени приложение на бэкэнде понимает, что пора обновить данные, которые видит пользователь с открытыми слайдами с приложениями. И за это отвечает метод Pool Application Event ADD, который на облачный Bitrix24 отправляет рез-запрос. И этот рез-запрос приходит в слайд с приложением посредством Push-in Pool. И, собственно, рассмотрим саму страницу, сам слайд с приложением. Ну, фронт-энд, короче. Тут на слайде видите подготовительную часть приложения. Мы подключаем наши библиотеки Push-in Pool от Bitrix24. И я взял с официального сайта Amcharts пример. И поэтому подключаем их к библиотеке. И сам пример я немного доработал, выделив функцию отображения графика. Так, чтобы при первом вызове функции график строился. И все последующие вызовы этой функции просто обновляли данные на графике. И сама магия приложения, сама магия встройки с слайдом приложения. Тут минимум верстки, заголовок и диф, в который будет помещаться график. И дальше происходит, как вы видите, магия на джейси, которая ни разу не вызывает аяк-запросы. Первое, что мы подписываемся на Push-in Pool сервер. И в калбеке проверяем, что если к нам приходит событие, которое говорит, что пора обновить график, мы вызываем функцию обновления и передаем данные, которые нам отправились посредством Push-in Pool. Ну и в конечном итоге внизу еще дополнительно написал строчку, чтобы при открытии приложения сразу просто график вызывать. Это та же самая функция, что и в файле Realtime. Собственно, таким образом вы можете сделать приложение по-настоящему интерактивным, быстрым. И сделать сценарий, которые до этого были бы сложны. Вот реально, у нас еще время там есть. Буквально общался на днях с Александром из «Русского робота». Он мне показывал сценарий. Они добавили сейчас в приложение подписку... Подписку. Подписание документов через диадок. То есть идея в чем? Они показывают документы из Bittrex24 в слайдере приложения пользователю с большой кнопкой «Подписать в диадоке». Пользователь жмакает на кнопочку «Подписать в диадоке» и приложение дергает рест диадока, собственно, для того, чтобы эту электронную подпись реализовать. Но это не мгновенная процедура. Она отложенная. То есть проходит какое-то время, и диадок через свой коллбэк приложению, а точнее даже бэкэнду приложения, сообщает о том, что документ такой-то подписан. И в идеале, конечно, пользовательский сценарий был бы какой? Что я нажал на кнопочку «Подписать», покрутилось колесико какое-то, когда подпись сработала, интерфейс поменялся. Ну, там, статус документа показал, что он подписан, там, может быть, какой-то рефреш сделан и так далее. И Аяксом постоянно дергать бэкэнд, ну, подписанное или там неподписанное, ну, это неправильно, тяжело, и нагрузку на сервер создает. А при помощи, собственно, сценария, который Влад показывал, ничего делать не надо. Приложение просто ждет, и в тот момент, когда бэкэнд сообщает при помощи пуш-уведомлений, что все, документ подписан, он может туда информацию передать, какую-то о статусе, ошибку, еще что-то, все что угодно, вы сами решаете, что бэкэнд будет фронту отправлять. Вы тут же делаете рефреш или блокировку, или закрываете слайдер. Ну, то есть вы делаете законченный пользовательский сценарий, точно так же, как работают все инструменты в BITREX 24, тот же реал-тайм в Канбане при появлении новых сделок перерисовывается. Вот именно та же самая история. Вам не надо для этого ничего придумывать. Мы даем готовый метод и готовый клиент, который просто вы GS-ом ставили во фронт, и все, все очень легко. Не настраивая свой личный пуш-импо, ничего не делая. И ресурсы мы дали, мы же еще и сервер для этого держим. Магия. Итого, о чем мы сегодня рассказали. Подожди, а вот ты по поводу интерактивного. Ты планируешь ли сделать стандартные отчеты интерактивными, аналитические? Что такое? Стандартные отчеты чего? Какие-то стандартные аналитические отчеты. Видимо, мы про наши отчеты стандартные какие? То есть CRM-ные, что ли, или какие отчеты? Ну, это вопрос скорее не ко мне, к продуктам. Если речь про отчеты в CRM, ну, наверное, какие-то они будут делать в риал-тайме. А может, не будут. Все-таки аналитика – это не то, что требует риал-тайма зачастую. Потому что, ну, вот прямо сейчас увидеть, что еще появилось 150 тысяч сделок новых, ну, это, конечно, классно, но какую бизнес-задачу в этом решить, не очень понятно. Хочешь вопрос еще от Макса? Опять? Да, Макс, давай, Камун. Мы тебя слушаем, видим. Привет, отлично. Спасибо за еще одну клевую фичу. Давай, давай, давай. Вопрос в обратную сторону. Вы сделали мост, когда в фронт, в сокет пишет данные, а вы их, соответственно, либо отдаете в сервер приложения, либо конвертируете уже ваши ТТП-запросы и дергаете бэкэнд-приложение? Слушай, ну, мы не стали делать вот такой прям готовый механизм, но ты можешь клиента пуш-н-пуловского написать сам. Вот сейчас придет Александр, который будет рассказывать про оффлайн-события, но на самом деле про пуш-н-пул тоже мы упомянем, потому что он в 1С, который интеграция сейчас… Но я же ленивый. Ну, я понимаю, что ты ленивый. Ну, тебе легче просто сделать самому себе АЯК-запрос, и для этого тебе вот этот вот пуш-н-пул зачем? Ты же можешь дергнуть бэкэнд и так. Ну, если вы сокет уже открыли… Ну, мы сокет себе открыли. Ну, так и разработчикам помогите. Ладно, мы подумаем. Просто, допустим, логокс, он делает мост, как раз когда у тебя есть бэкэнд старый, добрый на ресте, написанный, а фронтендеры уже молодые, современные борзые, они, соответственно, через сокет уже ходят. И у тебя тогда получается, да, ты, соответственно, ставишь логокс, ставишь, соответственно, мост этот, и фронт может писать в обратную сторону тоже в сокет, а прозрачно для бэкэндера, соответственно, это транслируется просто в пачку обычных HCP-запросов. Ну, подумаем. Я пока все равно не очень понимаю, в чем здесь выгода будет. Тебе придется держать какой-то постоянный обработчик на стороне сервера, понимаешь? Это же ресурсы жрет. Так ты оттуда плюнул из PHP, PHP умер, и тебе не надо ничего делать. Так у тебя и в обратную сторону. У тебя на фронтенде там… На фронтенде он в клиентском браузере живет. Да, 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 да. Он их кнопок понажимал, у тебя это в сокет ушло. А вы это, соответственно, конвертнули в пост-запросы и плюнули в обычный сервер. Ну, подумаем, подумаем. Хорошо, спасибо. Слушайте, ну, нам уже пора завершать, уже у нас время вышло. Есть что сказать? Ну, собственно, у нас резюме, да, что мы показали. Классная история, четыре сценария таких. Посмотрели, как работает большими данными. Резюме, что вы очень крутые и клевые. Окей, большое вам спасибо. Сережка, ты оставайся, пожалуйста, здесь. Да, я сегодня бесменный. Да, и сейчас мы, собственно, будем начинать наш финальный доклад. К нам присоединиться Саша Денисюк. Мы расскажем про оффлайн события, про преимущества. Да, да, да. Опять в ресте. Да все про рест. Все про рест. Вообще, я хочу сказать, что Сергей сегодня, похоже, проплатил, чтобы быть на этой конференции в третьем докладе. Потому что практички не участвуют в этих докладах, но присутствуют. Встречаем, встречаем Сашу Денисюка.